Неправильный код доступа. Введите код. Юлия Латынина. Код доступа с Юлией Латыниной. Добрый вечер, в эфире Юлия Латынина. Телефон прямого эфира 363-36-59. СМС-ки присылайте по телефону 985-970-45-45. Ещё раз повторяю, телефон прямого эфира 363-36-59. СМС-ки 985-970-45-45. Два события в начале недели привлекли мое внимание, мне кажется, были самыми важными событиями за неделю. Первое событие случилось в понедельник. Вернее, было озвучено в понедельник, когда в понедельник в газетах появились следствия, что глава следственной бригады по делу Политковской отстранён от руководства бригады. Причём газета «Твой день», которая первая это опубликовала, выдала и версию за что? За развал следствия. При этом в течение некоторого времени про развал следствия версия гуляла и была перепечатана многими новостными сайтами. Так вот, получается, что 10 месяцев следствие искало подозреваемых. Пока оно никого не нашло, никакого развала не было. Потом нашли подозреваемых. Выяснилось, согласно следствию, что орудовали две банды. Одна — это чеченские киллеры, которые непосредственно исполняли заказ. И вторая — это милицейская бригада, которая, так сказать, обслуживала на подряде этих киллеров, то есть пробивала адрес Политковской, осуществляла, короче говоря, сопровождающие услуги для киллеров. И связь между этими двумя бригадами была через господина Рягузова, подполковника ФСБ, и господина Хаджи Курбанова, операэтнического отдела Рубопа. И вот, как только все это выяснилось, в общем-то, два варианта того, что произошло. Либо следователь Горебян все придумал насчет банд, и теперь, естественно, получит повышение, как все следователи подобного рода. Либо следователь Горебян вышел на след настоящих убийц, и теперь получит по ушам. Вот следователь Горебян получил по ушам. То есть, еще раз, пока информация была у Горебяна, следствие не разваливалось. Вот как только информация о задержании этих людей попала к высшим чинам, она стала разваливаться. Ведь, напомню, что вот эти вещи, связанные с утечкой информации по делу Политковской, они не были связаны ни с Горебяном, поскольку 10 месяцев ничего от Горебяна не утекало, ни что особенно важно с журналистами. Потому что действительно есть право журналисту искать информацию. И если бы прокурор Чайка сказал, что вот мы нашли убийц Политковской, а журналистов после этого раскопали, что именно нашло следствие, а следствие молчало, то, конечно, журналистам честь и хвала. Но ведь раскапывать-то особенно было нечего. Вышла секретарь суда технически и огласила список арестованных. В списке арестованных отсутствовал как раз подполковник ФСБ господин Рягузов, поэтому вышел начальник управления собственной безопасности господин Купрешкин и добавил еще и насчет господина Рягузова. А после этого прокуратура оказалась недовольна, что следствие, что информация утекла, и сейчас будут искать кого. Очень сложно найти, от кого утекла информация. И вот отстранили господина Горебяна. Кстати, о господине Купрешкине. Вот том самом начальнике управления собственной безопасности, который огласил фамилию господина Рягузова. Вы не слышали этой фамилии прежде? А я слышала, напоминаю, в начале сентября 2006 года с ФСБ РФ уволены начальник управления собственной безопасности ФСБ генерал-лейтенант Александр Купрешкин и начальник службы обеспечения деятельности ФСБ генерал-полковник Сергей Шишин, ну и так далее, там по списку. Там было несколько десятков увольнений. Напомню, это знаменитые увольнения по таможенному делу, когда насмерть две группы гровки силовиков, одна из них, по слухам, представляемая Сечином, другой главой президентской охраны господином Золотовым, господином Черкесовым, начальником ФСКН. Вот они насмерть тогда схватились. И в результате указом, еще раз подчеркиваю, президента Путина был уволен ряд лиц, среди них вот господин Купрешкин. А после этого, через несколько месяцев, изумленные журналисты, видимо, с чьей-то рассерженной подачей, написали, что все эти господа по-прежнему сидят в собственных кабинетах. И, видимо, на указ президента Путина как-то вот не очень реагируют. А после этого уже в декабре, как рассказываю, случилась потрясающая история, когда президент приехал на коллегию ФСБ, и какой-то майорчик из задних рядов протянул президенту руку и задал вопрос. А вот вы тут уволили некоторых товарищей, они до сих пор сидят. Скажите, пожалуйста, нам слушаться их приказания или нет? Мы же структура вертикальная, военная. Говорит, что ничего не ответил президент Путин на этот вопрос, помрачнел и вскоре покинул коллегию. Ну вот, замечательное дело. Начальник управления собственной безопасности господин Купряжкин, уволенный в прошлом году указом президента и не покинувший кабинет, продолжает оставаться на службе, даже, видимо, как-то восстановился, и оглашает нам сведения о том, сведения о господине Рягузове. А следователь Горебян отстранен, что потому, что кто-то разгласил тайну следствия. Вот, ребята, мы живем в стране или в анекдоте? Все-таки хочется понять. Вторая вещь, которая привлекла мое внимание, довольно страшная вещь, тоже в понедельник по всем средствам массовой информации, по всем телеканалам прошел рассказ о том, как в Ингушетии задержаны убийцы русской учительницы, и задержаны террористы, совершившие чуть ли не все последние теракты, в течение нескольких недель, что один из них задержан, а другой, некто, аптек Далаков, убит накануне при задержании, и вообще, видимо, вот в Ингушетии тишь и мир, и последние террористы ликвидированы. Надо сказать, эта информация была довольно удивительная, потому что вот этих задержанных, этих убитых, и этого убитого показывали по всем каналам, не так часто нам показывают убитых в Ингушетии, и возникал вопрос, а что же такое случилось в Ингушетии в воскресенье, что этого человека, убитого Далакова, показывают по всем каналам. А случилась действительно страшная вещь, на мой взгляд, последняя вещь перед восстанием. Во воскресенье в Корабулаке, по городу Корабулак, уехала белая газель без номеров, в которой обыкновенно ездят мобильные группы или сотрудники спецслужб. Вообще-то говорят, что она постреливала в воздух, говорят, что она там кого-то по ходу дела избивала, но неважно. Она подъехала к игровому клубу, из игрового клуба вышло несколько парней, в том числе этот Апти Далаков. Из газели выскочили люди, начали стрелять. Парни разбежались, Далаков был ранен в ногу, он забежал на территорию детского сада. Напоминаю, он был ранен в ногу. То есть вообще-то можно было его брать и допрашивать. К этому времени уже довольно много свидетелей вокруг собровой столпа начала собираться. Далакова выстрелили сначала в живот, обратите внимание, сначала в живот, то есть чтобы помучился, и, видимо, потому что у него не было оружия, то есть безопасно это было стрелять в живот, потом в голову. Потом один из ФСБшников на глазах толпы положил к нему гранату. Кстати, Далаков был в облегающей джинсах и футболочке. И сфотографировал его так с гранатой. А после этого, собственно, все это знакомо, все это много раз повторялось в Ингушетии, все это много раз делалось на глазах населения, но дальше произошла самая жуткая вещь. Приехал ингушский ОМОН к уже убитому и де-факто задержал ФСБшников на глазах толпы. Мне передавали самые разные подробности, не знаю, насколько они правильно. Мне говорили, что их избили, мне говорили, что их там чуть ли не ползать заставили. Но факт остается в том, что ингушский ОМОН, то есть те люди, которые менты, те люди, которые должны быть на стороне федералов, задержали федералов и, в общем, хотели с ними что-то делать. В конце концов, всех их убийц сдали в РУВД. Там глава МВД Ингушетии господин Медов лично распорядился освободить федералов. Прокурор республики господин Турыгин заявил, что произошла ликвидация боевика. И, собственно, вот почему я эту историю рассказываю. Потому что следующая стадия – это восстание. Уже в Ингушетии все было. Уже была ситуация, когда, допустим, в село Сурхахи приезжают БТРы и федералы, забирают какого-то человека и селу его отбивают. Уже были ситуации, когда ночью идет бой, и этой ночью военные подразделения боятся выдвинуться к месту боя. Уже были ситуации, я не знаю, насколько они справедливы, но довольно рассказывают, что несколько мобильных групп выдвигалось в лес, и там из леса не вернулось, потерялось. Известно, что леса бомбят, в Ингушетии войны нет, но леса бомбят, а мобильные группы официально в леса не ходят. А неофициально они там теряются. Так вот, все это было. Но ситуация, когда люди, которые теоретически являются палачами, вступаются и пытаются арестовать федералов, это последняя грань перед восстанием. А вы меня спросите, а вот этот аптидалаков убитый боевик или нет? Я отвечу, что это ирелевантный вопрос. Этот вопрос нерелевантен для федералов, потому что для них застрелил, значит, боевик. Этот вопрос нерелевантен для толпы, которая там стояла. Для толпы было важно, что федералы убийцы, и если они убили того, кто не мочил федералов, значит, они убили невинного, а если мочил, значит, убили героя. Вот это самый важный момент, потому что террорист, к сожалению, террористы, когда в Италии убивают Альдамора какие-то отморозки, и вся Италия, за исключением десятка каких-то придурков, говорит, это террористы убили. А когда в Ингушетии взрывают газик федералов, никто не говорит, ой, террористы. Говорят, ой, наконец, федералов убили. И когда этот мальчик там лежал, никто из стоявшей рядом толпы не думал, вот, мол, если он убивал федералов, то хорошо, что его замочили. А если не убивал, то плохо. Думали федералы-убийцы. Они убили либо невинного, либо героя. И вот это очень страшный момент, потому что мы видим, что в Ингушетии происходит нечто, устроенное еще Басаевым, начиная... И то, что можно назвать цепной ядерной реакцией. Вот такой социальной цепной реакцией, когда каждое несправедливое убийство порождает новых боевиков. Мы... Каждая... И когда на следующее утро президенту Путину, вместо того, чтобы доложить, что боевики, в общем-то, могут контролировать на зрань лучше федералов, президенту Путину доложили, что федералы отбили наступление боевиков и ведут их преследование. И президент Путин распорядился найти и уничтожить, а кого поймали живым, то судить. Вот это уничтожить, собственно, и было целью той спецоперации, которую проводил Басаев, потому что Басаев не столько хотел замочить милиционеров, сколько хотел сделать так, чтобы новые зверства федералов умножали количество боевиков. Басаев мертв, но план его живет. И план его живет прежде всего благодаря тому, что власти республики не признают, что происходит беспредел. И это происходит, знаете, вот как с раком больным. Рак не обязательно убьет человека, хотя это очень тяжелая болезнь. Но если больному говорят, что он абсолютно здоров, и что если он не здоров, это тот, кто говорит, что он не здоров, это происки врагов, то тут рак убьет этого человека точно. Фактором главным, который сейчас происходит в Ингушетии, является то, что ОМОН был готов стрелять в федералов, в Карабулаки. И вот эти люди, у которых под ногами земля горит, я федералов имею в виду, они еще показывают по Первому каналу, как они БВК убили. Они кому показывают? Они кому пытаются объяснить, что происходит? Очень страшная история, потому что эта история достаточно бесполезной, достаточно бессмысленной, бессмысленного восстания, бессмысленной вражды, потому что ясно, что Ингушетия слишком маленькая, чтобы из нее получилась вторая Чечня. И ясно, что народ стоит на грани взрыва. Это, в общем-то, никому не нужно, но тот социальный механизм, который запущен, видимо, к этому может вот-вот привести. Телефон прямого эфира 363-36-59, смс-ки 985-970-45-45. И говорите в эфире. А еще раз, телефон прямого эфира 363-36-59, смс-ки 985-970-45-45. И говорите в эфире. Добрый день, Юля. Да-да. Это Владимир, Москва. На позапрошлой неделе выступал генерал-майор, по-моему, Баскаев, да, вот по поводу новой видеопленки какой-то по Абислану. Вот. И очень удивился, что он ничего не знал об этом. Вот. И обещал разобраться. Что-то было, разобрался, но вы не в курсе? Простите, но я не в курсе, что говорил генерал-майор, я не в курсе, чего он видел и не видел. А относительно новой видеопленки по Абислану, она не такая уж новая. Она появилась, если это та видеопленка, которую вы имеете в виду, она появилась еще в августе. Это видеопленка допроса двух саперов, которые непосредственно разминировали взрывные устройства, установленные беловиками в Беслане. На этой видеопленке саперы подтверждают, что ни одно из этих устройств не взрывалось в 13 часов 04 минуты. То есть тогда, когда прозвучал первый Бесланский взрыв. Еще у меня, вот у меня тут по интернету хороший вопрос. Юля, а почему Ингушетия? Вы же сами говорите, что она маленькая и что взрыв в Ингушетии не приведет ко взрыву на Кавказе. Я, собственно, постараюсь ответить на этот вопрос, который очень важный. Не относительно Ингушетии, а относительно того вообще, как устроена у нас сейчас власть. Я на прошлой неделе говорил про господина Сердюкова, который, нового министра обороны, который, когда у него убили офицеры на космодроме в Плесецке, солдата. Напомню, что солдата сначала избили, а потом кинули собакам доедать. Господин Сердюков взял и уволил начальника космодрома в Плесецке. Чуть ли не лично сорвал с него погоны. А вот господина Сердюкова по другим параметрам я хвалить не хочу. Понятно, что этот человек вполне определенной команды, довольно страшной команды. Понятно, что этот человек выиграл единственную успешную войну, которую вела в последнее время силовики. Это война против Юкса. Он там сражался в первых рядах. Я надеюсь, что за эту войну он в свое время ответит. Но вот случилось такое дело. У Сердюкова убили солдат, Сердюков уволил начальника космодрома. У нас был перед этим министр обороны Иванов, который вел себя так, как будто всякое происшествие в армии, суть заговор против него. И было ощущение некой беспомощности при виде происходящего. И самое страшное во всем происходящем было то, что сотни людей становились преступниками, потому что они становились сучастниками совершенного кем-то преступления. был сержант Севяков, который изнасиловал и пытал рядового Сычева. И вот поскольку министр сказал, что ничего страшного не произошло, то вся армия, ну, десятки, сотни людей, стали на защиту права сержанта Севякова мучить рядового Сычева. И вот самое страшное, как я еще раз повторяю, было то, что десятки и сотни людей становились соучастниками. И вот вдруг Сердюков уволил офицера, у которого произошло убийство, и ничего, и небо на землю не упало. Вот действительно, почему Ингушетия? Басаев был воин-интернационалист. Он пытался устроить джихад везде, он пытался устроить джихад в Дагестане, когда он вторгся в Дагестан в 99-м году. Но там не получилось, потому что он думал, что он будет освобождать местное население от иго неверных, а местное население встало за неверных, в основном аварцы. И поэтому у Басаева ничего не получилось, поэтому он так странно себя вел. Он то заходил в Дагестан, то отходил оттуда, потому что он не хотел нападать, собственно, на аварцев, которыми ему пришлось сражаться прежде федералов. Он надеялся, что мы будем вместе. А поскольку те люди, те дагестанцы, на помощь которых он рассчитывал, прежде всего Богоудин, и Надаршах Хачилаев попросту отвалили от Басаева, а другие дагестанцы, очень мясные и могущественные, такие как Сагид Пашвамаханов, выступили против, то Басаев оказался в положении, что он не мог поджечь Дагестан, и наоборот, он оказался в положении, что Дагестан сражался на стороне неверных. То же самое было сделано в Кабарде 13 октября 2005 года, когда две сотни или две ваххабитов подняли восстание, стали отстреливать органы МВД не потому, что они хотели занять Нальчик, а потому что история была точно такая. Спровоцировать ментов на сплошной террор против ваххабитов и против населения вообще. И это у Басаева не получилось, потому что президент Коноков сделал все, чтобы этого не произошло, и президент Коноков уволил главу МВД Хачима Шагенова, который, видимо, очень хотел устроить террор против террористов, а также против всех, кто подвернется под руку. Это все было сделано негромко, но президент Коноков не рвал на себе рубашку, не кричал «Защищу ваххабитов». Опять же, полпред Козов, который в этом отношении был на стороне президента Конокова, тоже не рвал на себя рубашку, не кричал «Защищу ваххабитов». Это люди, которые не публичные политики, это люди, которые принимают решения, а не разговаривают разговоры. Это люди, которые посетили СИЗО, где содержались арестованные повстанцы, и хотя они ни слова не сказали потом, что вот, мол, этих людей путают, этих людей плохо с ними обращаются, тем не менее, маховик террора в Кабарде не был раскручен. Президент Коноков уволил главу МВД Шагенова. И опять же, ничего не подломились, ножки у неба, ничего не произошло. Оказалось, что вполне можно быть верным не только России, но даже и этому государству, и не считать, что его стержень права творить беспредел. А, к сожалению, в Ингушетии считается, что федерал может сделать все, и те, кого федералы застрелили, тот и боевик. Более того, я вам страшно задам вопрос. Вот есть расследование дела Политковской. Вот как бы вы думаете, что было бы, если бы следователь Горебян был генпрокурором? Вы думаете, следователь Горебян либерал? У него там пять слоев, у него шесть смыслов. Это такой папа мюллер, что Штирлиц отдыхает. Знаете, что бы сделал следователь Горебян? Он бы судил убийц всех на скамье подсудимых. А какая проблема была бы? Заказчик заказчика знают чеченцы, они его не сдадут. Это не вопрос кровавого режима, это вопрос национальной психологии. Они его не сдадут, как говорил один чеченец, когда его пытали в РУБОПе. Меня сломать нельзя, меня можно только купить. Кто тогда? Опушники из оперативно-поискового управления, которые оказывали консалтинговые услуги киллерам. Что опушники знают? Пусть сидят, пусть другие опушники знают, что это нехорошо оказывать услуги сопровождения киллером. Пусть Рягузовы знают, что это нехорошо пробивать для киллеров адреса. Перерыв на новости. Добрый вечер, в эфире Юлия Латынина, телефон прямого эфира 363-36-59, смс-ки 985-970-45-45. Еще раз повторяю, смс-ки 985-970-45-45. А я говорила перед новостями об удивительной особенности современной российской системы, которая заключается в том, что когда вышестоящий совершает преступление против нижестоящего, то почему-то всегда все начальство считает необходимым заступиться за преступника и почему-то считает, что если этого не произойдет, то система развалится. Вот я говорила, что было два случая, когда министр Сердюков уволил офицера, у которого убили солдата, или, допустим, когда президент Кабарде Арсен Коноков не дал начать террор в Кабарде, а когда этот порядок был нарушен, его, знаете, небо на землю не упало. Я обратила внимание, что в случае даже с делом Политковской, в конце концов, можно было поступить так же. Потому что, еще раз повторяю, если посадить, мы видим, что дело разваливается, но ведь парадокс заключается в том, что если посадить всех, кого подозревают на скамью подсудимых, то ничего страшного для российской системы правосудия не произойдет. Потому что чеченцы никогда не сдадут заказчика, потому что они чеченцы, а пушники не сдадут заказчика, потому что они его не знают. Потому что они просто оказывали услуги сопровождения киллером. Это полезно, посадить людей, чтобы они понимали, что услуги сопровождения киллером оказывать нельзя. И вот весь сюжет заключается в том, что это свистоплеска, которая творится с развалом дела. Она не от того, что заказчик его разваливает. Это вопрос психологии. Это как в армии. Мучил сержант Сычева. Ножки отрезали. Нехорошо, надо вступиться за сержанта. Хороший человек. Надо всем показать, что если они мучат солдат, то за них заступятся. И тут то же самое. Менты оказывали услуги киллерам. Нехорошо, что их взяли. Надо заступиться за ментов. Надо всем показать, что за ментов в таком случае заступятся. В конце концов, ну, циничное такое соображение. Да, это страшно, что убили Политковскую. Но, в конце концов, во всех странах бывают политические убийства. В Америке Кеннеди убили, во Франции в Деголя стреляли. Но вот нет ни одной страны, в которой политическое убийство совершается так, что мента просят за пару тысяч баксов или за сколько там пробить адрес. Что киллера никто не убивает, потому что кому он нужен? Это не Ли Харви Освальд. Вы не в Америке, господа. Еще раз повторяю. Если бы этих людей посадили на скумье подсудимых и дело бы не развалили, ножки в государство не подломились бы. Телефон прямого эфира 363-36-59. СМСки 985-970-45-45. И говорите в эфире. Попробуем еще раз. Да, да, говорите. Здравствуйте, Юлия. У меня такой вопрос немного не из области Чечни, а из другой, наверное, области. Это хорошо. Меня вот интересует такой вопрос. Вот Елена Трегубова о ее судьбе. Что-то сейчас, может быть, вам известно? Потому что я слушала в прошлое воскресенье передачу на радио Свобода. Виктора Шендеровича спрашивали. А он сказал, что он ничего про нее не знает. Может быть, вам известно, что с ней получила ли она убежище? Нет, она получила убежище в Англии. Это официальная информация. Она опасалась, насколько я понимаю, покушения на свою жизнь. Я думаю, что, учитывая историю с Политковской, учитывая историю с Литвиненко, у нее были какие-то к тому основания. Потому что госпожа Трегубова, напомню, в своей книжке-байке кремлевского диггера, она начинается с того, эта книжка, что там описывается личный ужин госпожи Трегубовой с тогда главой ФСБ господином Путином. И есть такие вещи, которые связаны с, да, когда люди переходят на личности. Вот господин Павел Басанец, ветеран чекистский, отравленный по-видимому пару недель назад, он был свой. Он был свой, он работал в системе КГБ, он назвал Путина предателем. У него какая-то странная система взглядов, она может быть звучит так, там, за Политковскую, за Сталина, отомстил. Но, тем не менее, господин Басанец, вот он свой. И вдруг этот человек выступает против. Поэтому куча людей, которые не свои, выступают против, и с ним ничего не происходит. А с Басанцом вот отравили. То же самое с Трегубовой. Дело не в том, что Трегубова просто против Путина. Дело в том, что она придала гласности некоторые личные вещи, которые, кстати, всегда очень болезненные, которые любого человека ранят, даже если он не на верхушке власти. Другое дело, что, может быть, даже и нехорошо придавать гласности такие вещи, такие личные моменты, когда они явно не на то были рассчитаны. Когда явно просто человек беседовал с понравившейся журналисткой или журналисткой, которую надеялся так полувербануть, и он точно не рассчитывал, что это будет на страницах газеты. Но совершенно очевидно, что наказывать за это, тем более таким жестоким способом, каким, видимо, хотели наказать госпожу Трегубову, нельзя. И напомню, что за некоторое время до этого, пару лет, по-моему, у дверей госпожи Трегубы взорвалась граната. Это можно расценивать как угодно, но правильность заключается в том, что следствия по делу о гранате не было. То есть я бы готова была поверить, что гранату взорвали враги Путина, чтобы скомпрометировать Путина. Но вот какой парадокс, что в таком случае менты должны были бы усердно копать и объяснить, почему взорвалась граната. А они не копали. У меня есть несколько вопросов. Марина пишет мне. Юля, мне показалось, что в прошлой передаче вы выступили по делу Фрэнкеля не как независимый журналист, а скорее как пресс-секретарь генпрокуратуры. Собрали все были-небылицы, плюхнули на Фрэнкеля, который не может вам ответить, совершенно проигнорировав другую версию. Опрошенные после убийства Козлова председатели замцы Бэби всяких экивоков указали на дисконт-банк. Именно о его художественных с отмыванием денег разговаривал в последний день жизни с ними убитый. В том же направлении идет расследование в Австрии. Создается впечатление, что настоящим заказчикам выгодно повернуть стрелку на Фрэнкеля, но вот зачем вы их выгораживаете. Мне довольно много поступает вопросов по делу Козлова, поэтому я решила как-то вот так собраться и ответить все, что я по этому поводу думала. Я, собственно, думаю очень много разных вещей, поэтому я не хочу ставить точку, а хочу изложить все, что я знаю, а выводы делайте сами. По делу Козлова есть две истории. История первая о банке дисконт, через которой Рафайзенбанк гнал на Запад огромные деньги, восходящие, как полагают, к высшим лицам в Кремле. Если я правильно помню, то за пять дней до смерти Козлов побывал у президента Путина и получил у него санкцию на банк дисконт. Если кто-нибудь удивится, почему президент Путин дал такую санкцию, если следы денег, причем огромных денег ввели в Кремль, то ничего удивительного в этом нет, это, собственно, и есть нынешняя российская система управления. Они воруют, а президент знает. И в рамках такой системы управления вполне логично, что президент воспользовался Козловым, чтобы разузнать кое-что о своих близких товарищей. А у близких товарищей осталось одно дружеское предупреждение президенту – замочить Козлов. Это очень логичная история. Есть другая история – это история банкира Фрэнкеля. История очень умного 35-летнего выпускника КМГУ с фантастическим мозгом, с умнейшими схемами. Однако при ближайшем взгляде на господина Фрэнкеля замечаешь некоторые несоответствия между его блестящим интеллектом и вот его сферой бизнеса, отмывочной империей господина Фрэнкеля по выражению журнала Smart Money. Этот человек, этот интеллект, вот, по крайней мере, должен быть олигархом Лайт. А тут какой-то веб-банк, к тому же закрытый Козловым. А если поглядеть на жизненный путь, Фрэнкеля тоже замечаешь странности. К моменту руководства веб-банком он сменяет три банка – нефтяной, диамант и электронику. Владельцы всех трех банков сохранили о Фрэнкеле не очень приятные воспоминания. Например, в банке «Диамант» при Фрэнкеле образовалась дыра, а в органах образовалось заявление Фрэнкеля о том, что владельцы банка его сейчас убьют. Поэтому спросить за дыру было сложно, натурально ничего Фрэнкеля не убили, он ушел в электронику, там тоже случилось нехорошо. Фрэнкель же купил банк визы позднее, переименованный веб-банк, пригласил туда работать с Козлова. Они не сошлись, но Козлов Фрэнкеля запомнил. Запомнил настолько хорошо, что когда Козлов вернулся в ЦБ, стал закрывать банки-помылки, Фрэнкелю пришлось очень тяжело. И Козлов, кстати, Фрэнкеля тоже не забыл, в одном из интервью, обычно сдержанный, Козлов, видимо, доведенным был до последней степени беженства, он рассказал, как к нему в кабинет звонили от арбитражного судей, заступаясь за Фрэнкеля. Козлов перезвонил судье, выяснилось, что тут в опуске, и вообще не звонил Козлов. Итак, есть две истории. Вот одна история банка-дисконт, это история такая с железной логикой, с высшими сферами. И есть другая история. Это история, скорее, психологическая. История человека, который всю жизнь, в каждый данный момент, с математической точностью поступал так, чтобы максимизировать выгоду в следующую минуту времени. Ну, дешево же, да? Зачем давать бабки этому продажному суде, дешевле устроить звонок от его имени? Это такая история человека, который считает себя очень умным, и который считает, что он всех идиотов во всем убедит, но ведь и никогда не задает себе вопроса, а что будет, если идиот и ему не поверит. Вот простой пример из письма господина Франкеля. Извините, что я говорю долго, но это долгая и важная тема. Простой письмер из письма господина Франкеля. Франкель пишет в своем первом письме, что Центральный банк осуществил сделок с нерезидентами на сумму 115 миллиардов долларов США в 2005 году, а прибыль его составила... А прибыль его составила... Рентабельность этих сделок составила 0,006 за 2005 год. Такой доходности не бывает, пишет Франкель. Круто, не правда ли, цитирую, где деньги, вероятно, надо спросить у неназванных резидентов. Это один из способов, которым Франкель доказывает, что Центральный банк сам занимается отмыванием денег. Более того, дальше в своем письме Франкель пишет, что это не просто отмывание денег, а деньги, которые, как намекает Франкель, предназначены для свержения президента Путина. Так вот, действительно считаешь, как Франкель, и действительно получаешь эту доходность в 0,006% годовых, это действительно ужасно мало, пока не понимаешь, что 115 миллиардов долларов – это общая сумма сделок за год, краткосрочных сделок, в основном кредитов, размещенных overnight. То есть, объясняю на пальцах. У вас есть 100 долларов, вы эти 100 долларов на ночь кладете в тумбочку. Утром вы их вынимаете, а ночью опять кладете. Потом утром вы их опять вынимаете, а ночью опять кладете. Вот в течение года вы это делаете. Значит, в течение года, получается, вы клали 100 долларов. Это все одни и те же 100 долларов. Но с точки зрения Франкеля это 36 тысяч долларов. И от 36 тысяч долларов, 100 долларов, положенных и вынутых каждый день, он считает доходность. Это почему очень характерный пример? Потому что Фрэнкель финансовист, банкировопускник МГУ, я филолог. Если я, филолог, смогла в этом разобраться и посчитать, что доходность не такая, то, очевидно, и более умные люди, и более финансово подкованные, чем я, могут это посчитать. А это вот такой серьезный аргумент, на котором господин Фрэнкель обвиняет Центральный банк в попытке фактически государственного переворота. И, очевидно, это все очень красиво. Но ведь у человека должно возникать вопрос не то, как он это красиво, не только то, как он это красиво придумал, а что будет, если кто-нибудь действительно посчитает. И получится, что Фрэнкель не прав. Так, собственно, еще раз повторяю, вот есть две истории про банк дисконта и про господина Фрэнкеля. Теперь, собственно, почему я их рассказываю вместе? Потому что я человек простой. Вот у нас развелось множество народу, которые считают, что надо раскрыть дело, ткнув пальцем в небо и сказав, кому это выгодно. Кравому режиму, Березовскому, Небзуну, неважно. Я человек простой. Я считаю, что для того, чтобы раскрыть дело, должны быть киллеры. Вот киллеры были взяты. Это были три каких-то придурка, которые, луганских киллеры, исполнили Козлова безобразно за какие-то копейки. У них по дороге отвалился глушитель. Они, в общем, просто были такой низкой квалификацией, что их взяли. Они показали на некого Погоржевского. Некий Погоржевский показал на Лиану Аскерову. Лиан Аскерова показала на Фрэнкеля. И очень большое количество народу уверено, что да, вот все вот это настоящее, и Аскерова настоящее, а Фрэнкеля оговорили. А, соответственно, тут можно предположить три варианта того, что произошло. Вариант первый. Есть некие киллеры, которые убили Козлова по заказу дисконтбанка, и вот когда их взяли, кровавый режим верял им оговорить Фрэнкеля. Разумно-разумно. Вот смотришь на эту версию поближе, и возникает вопрос. Вопрос первый. Очевидно, что если кровавый режим верил киллерам оговорить Фрэнкеля, то прокуратура заинтересована Фрэнкеля топить. Но прокуратура его не топит. Вот адвокат Фрэнкеля, господин Трунов, еще в самом начале следствия сказал, что его оговорила Аскерова. Очень интересный момент. Я внимательно следила за следствием, потому что адвокат Трунов это сказал еще в тот момент, когда был незнаком с материалами дела. Но уже знал, что Фрэнкеля оговорила Аскерова. Он это говорил параллельно адвокату Трунов, требуя одновременно предоставить ему материалы по делу. У меня вопрос. Что, кровавому режиму трудно сказать, что у него есть другие показания по Горжевскому и Шафрая? Взять эти показания, если их нет, не трудно. Но кровавый режим молчит. Еще смешнее. Адвокаты Фрэнкеля говорят, что у Фрэнкеля не было вражды к Козлову. Но, между тем, вражда Фрэнкеля к Козлову доказывается письмами господина Фрэнкеля, в которых Козлов обвинен и в том, что он дружил с Ходорковским, и в том, что Центральный банк, как я уже сказала, крышевал чеченских террористов, потому что для своих преступных дел Центральному банку нужны были чеченские террористы, и в том, что Центральный банк разваливал российскую банковскую систему, пуская в нее иностранные банки, которые, опять же, давали деньги чеченским террористам. И возникает вопрос, либо все это правда, и тогда надо срочно сажать все руководства Центрального банка, как иностранных шпионов, а тому, кто убил Козлова, орден давать за ликвидацию иностранного шпиона, либо это признаки, ну, некой почти патологической ненависти. И, в конце концов, прокуратура могла бы это сказать, но она не говорит. То есть не ведет себя кровавый режим так, как будто он и говорил Фрэнкеля. Зато кровавый режим, и обращает внимание, упускает довольно много любопытных утечек. Например, прокуратура говорит время от времени, что вот она считает, что Фрэнкель был не один, что источники в прокуратуре сообщают, что они проверяют другие московские банки, на предмет причастности к покушению на Козлова. И вообще такое впечатление, будто объявили некий конкурс на звание соучастников господина Фрэнкеля, и за то, чтобы не попасть в соучастники, надо там платить. Кроме того, есть еще очень важный момент. Я уже говорила, что позиция Алексея Фрэнкеля такова, что Аскерова его оговорила. Он не сказал, что я доверял Аскеровой, я был с ней дружен, делился душой, кто-то там убил Козлова, взяли уголовника, взяли женщину, которая меня знает, надавили на нее, заставили оговорить себя и меня. Позор тем, кто давит женщин. Фрэнкель, это очень характерно, стал выгораживать одного себя. Знать не знаю, а Аскерова оговорила. Значит, Аскеровой заказал убийство Козлова кто-то другой? А скажите, пожалуйста, кто будет заказывать убийство Бабе, кроме человека, абсолютно далекого от криминала? Убийство Бабе заказывать нельзя, потому что Баба сдает заказчика, а исполнитель сдает Бабу. Это так же, как с ментами. Нельзя заказывать убийство ментам и Бабам. Это не вопрос того, что Баба дура, это вопрос того, как устроен российский криминальный мир. Скажите, если Аскерова посредник, сколько еще среди ее знакомых интеллектуалов-параноиков, которые считают, что гад Козлов порушил их бизнес и закрыл их банк, и которые считают, что они такие умные, что они от всем все могут объяснить. То есть, еще раз, я бы с охотой поверила первой версии, что киллеры настоящие, посредники настоящие, но вот следователям велели указать на Фрэнкеля. Если бы кровавый режим хоть что-то раз сказал против Фрэнкеля. Но удивительным образом прокуратура не возражает адвокатам даже тогда, когда они говорят очень странные вещи, ведет себя так, как будто факт Фрэнкеля, арестованного ей, очень мешает. Мешает, например, стричь бабки с банков, обвиняя их в убийстве Козлова. Это странно так себя вести, если Фрэнкеля решили оговорить. Итак, наверное, первый вариант Фрэнкеля оговорили. Второй вариант, это Фрэнкель есть заказчик. Мне он, не скрою, кажется самым вероятным. Кстати говоря, добавлю еще одну вещь. Вот очень непрофессионально я уже обращал внимание, исполнено убийство. В общем-то, не характерно для наших страшных органов так делать. Вот убийство банкира Слесарева из Сотбизнесбанка, о которой, может быть, я сегодня буду говорить. Оно было, например, исполнено, если я правильно помню так, что убийцы купили незадолго до убийства новую Ауди-4, и оружие, которое было брошено на место убийства, было спецоружие без номеров. Вот это я понимаю. Вот это серьезное убийство, и наверняка там действительно киллеры уже устранены. И понятно, что там замешаны какие-то серьезные люди. А здесь, мне кажется, крайне нелогичным, если спецслужбы устраивают убийство через вот таких вот киллеров, как вот эти Прогляд, Белокопытов и Половинкин, кажется, вот эти трое, которые взяты за убийство Козлова. Мне кажется, довольно нелогичным нанимать таких странных киллеров. Зачем? Чтобы вот в этой схватке бульдогов под ковром зависеть от любого следователя прокуратуры, который возьмет их за шею и будет знать, что случилось на самом деле? Наконец, есть и третий вариант. Есть Френкель, есть Аскерова, и есть чекисты, которые на самом деле их использовали. Мне этот вариант кажется довольно фантастическим, могу объяснить почему. Вот есть дело Политковской, я не знаю, кто заказчик, но я уверена, что там очень сложный слоеный пирог, что вся среда, в которой варились убийцы, что подполковник ФСБ, что это среда, пропитанная провокаторами, что подполковник ФСБ Рягузов не мог не доложить наверх, что его просят пробить адрес Политковской. Вот еще раз повторяю, дело Политковской это многослойный пирог. Вот представить эту картину в случае Френкеля довольно трудно, потому что получается, с одной стороны, есть люди, которые сдают какие-то чемоданы в банк дисконт, и вот эти очень высокопоставленные люди должны обратиться к какому-то условному майору, а майор скажет, а я слыхал, есть такой сумасшедший банкир Френкель, ну, это уже не майор, а Джеймс Бонд какой-то. И что в практике наших спецслужб не заставляет меня заподозрить ник Джеймс Бондов, а не скорее Френкеля, только на свой лад. Вот еще раз я изложила три версии. И есть еще один очень важный момент. Мне кажется, что у Френкеля был железный способ оправдать себя совершенно в глазах общественности. Вот он написал письмо. Ведь, представляете, если бы в письме господина Френкеля было сказано примерно следующее. Я, Френкель такой-то, у меня был банк. Этот банк мыл деньги, но вот, извините, вот так устроен российский бизнес, что ему нужно мыть деньги, ему нужно переправлять их за границу, в этом нет ничего страшного, это делают все. Вот Козлов банк закрыл. Я много жаловался, все знали о моем конфликте с Козлом, все это слышали, чекисты это слышали. Однажды ко мне и моей знакомой Ляне Аскеровой пришел человек, у него были документы на имя Васи. Я думаю, что он не Вася, что Вася от документа прикрытия. Человек сказал, Козлов, сука, у нас с ним тоже проблемы, давай работай на нас. Я отказался. Я, знаете, имею свой бизнес, я не хочу работать под чекистами. Потом пришел другой человек, с ним были вот эти вот Погоржевский и Шафрай. Он сослался, что идет при рекомендации Вася, сказал, давай мы решим твои проблемы. Я сказал, вы не можете мои проблемы решить. Но они сказали, что ты пожалеешь. И вот я узнаю, что убили Козлова. И я думаю, я цитирую предполагаемое письмо господина Фрэнкеля, что его убили чекисты через Погоржевского и Шафрая, и чекисты знали, что у меня проблемы, и решили меня подставить. Вот это железное письмо, против него возразить нечего. Но Фрэнкель, напомню, написал другое письмо. Письмо, которым просто ясно, что Фрэнкель такой умный человек, что он всем все может доказать. Что он, хозяин отмывочной империи, докажет, что Козлов американский шпион, а чеченский террорист. Что ЦБ мыл деньги, что ЦБ мыл деньги, чтобы свергнуть Путина. И у меня вопрос, прежде всего, к нашей ненавидящей кровавым режим либеранам, которые так страшно защищают господина Фрэнкеля. Доварищи, ну перечитайте это письмо. В письме все сказано, что намекнуто, что Фрэнкель погиб от того, что разоблачал преступный ЦБ, что преступный ЦБ, как я уже сказала, это гнездо американских шпионов и покровителей чеченских террористов, и что вообще они вот хотят свергнуть Путина. Это либо сказано полупрямым текстом, либо намекнуто. Господа оппозиционеры, что вы волнуетесь? Вот пусть Фрэнкеля защищают те, к кому он обращается, кого он хочет спасти от американских шпионов и чеченских террористов. Телефон прямого эфира 363-3659, смски 985-970-4545. Говорите в эфире. Юля? Да-да. Здравствуйте, как ваше отчество? Ничего, можно Юля. Слушай, ну я в другой среде, где мы не привыкли. Не назовете? Да нет, давайте, говорите, у нас мало времени, час заканчивается. Да я знаю, вы знаете что, вы очень талантливый человек. Вы мыслите очень остро и логически. Но вы понимаете, что вы как бы убиваете комаров, когда нужно осушить болото. А можно примерчик? Да не надо примеров, вы же умный человек. Мне не надо примеров, я говорю... Нет, одну секунду, где-то кто-то неустановленным способом в неустановленном месте. Пример. Нет, вы знаете что, вы хотите со мной говорить, я не буду отвечать на этот вопрос. Вы хотите меня послушать? Нет, если человек не может найти, назвать пример, когда я убиваю комаров, то я не хочу с этим человеком говорить, пусть говорит конкретно. Если дело Фрэнкеля это, например, комары, то я могу сказать, в чем моя личная заинтересованность в деле Козлова. Я хочу узнать, кто убил Андрея Козлова. Это для меня не служебный вопрос. Это для меня личный вопрос. Я была знакома с Андреем. Я им абсолютно восхищалась и восхищаюсь. Это был один из лучших российских чиновников. Чиновник, который служил России. Может быть, у всех у нас есть свои какие-то мелкие недостатки, и любой чиновник, который работает в этой России, в этом правительстве, он вынужден идти на какие-то компромиссы. Но Козлов был один из тех, которых я бы назвала в первой тройке лидеров, прекрасных чиновников, такие, как они должны быть. И мне очень хочется, чтобы его киллер сидел, чтобы его заказчик этого убийства сидел. Мне очень хочется, чтобы заказчик этого убийства сидел, если Козлова заказали из-за банка дисконты каких-то серьезных политических разборок. И мне бы очень не хотелось, чтобы в таком случае убийца ушел от наказания, потому что у него высокие погоны на плечах. Но мне точно так же очень не хочется, чтобы убийца, если убийцей и заказчиком является господин Фрэнкель, если, подчеркиваю, ушел от наказания, пользуясь нашим легковерием, пользуясь нашим легкомыслием и пользуясь привычкой думать, что если уж прокуратура арестовала человека, значит, он точно невиновен. Я хочу, чтобы заказчик этого преступления сидел. И я очень внимательно слежу за этим делом. А сейчас перерыв на новости. Добрый вечер. В эфире Юлия Латынина. Телефон прямого эфира 363-36-59. СМСки 985-970-45-45. И вот по СМСке Бекхан мне пишет, Юлия, не кажется ли вам возможным, что Ингушетию готовят к поднятию рейтинга приемника президента по уже опробованной схеме прихода приемника Ельцина? Бекхан, то и дело, что не кажется. То есть я не вижу, что убийства и теракты, которые происходят в Ингушетии, ну, может, я не вижу, может, я не понимаю, имеют некую цель. Цель в данном случае спровоцировать новую войну, там, введение чрезвычайного положения, продление срока Путина или что-нибудь в этом роде. Потому что мне кажется, что они проистекают не из цели, а из причины. То есть вот из той цепной реакции насилия, которая убивает одного местного жителя, получается из этого пять боевиков. Вот как уран размножается делением, и получается неконтролируемая ядерная реакция. То же самое происходит и в Ингушетии. И, собственно, количество насилия так и увеличилось, потому что туда введены войска. Что такое туда введены войска? Ну, туда добавлен делящийся материал. Туда добавлены те люди, которых обстреливают, и которые убивают мирных жителей, родственники которых, в свою очередь, обстреливают тех людей, которые убивают мирных жителей. Вот, что касается вот Илья Локтев, мне пишут тоже по интернету, вы по-прежнему считаете, что первую русскую учительницу ее детей убили федералы. Да дело не в том, что я это считаю. Дело в том, что вот два федерала-контрактника, осетин и русский, сидят за это дело в Владикавказе. И поэтому мне очень странно, когда власти, расстреляв вот этого несчастного Далакова, причем власти очень интересно говорят, власти говорят, что мы считаем, что он причастен к убийству другой русской семьи, семьи-учительницы Веры Драганчук. Власти очень аккуратно именно это заявляют, но почему-то потом во всех СМИ, которые уже не отвечают типа за свои слова, появляются слова, что проверяют убитого и на причастность к убийству первой. Русской учительницы Людмилы Терехиной, которая, как я уже сказала, ее убийцы сидят. То есть вот это очень интересный момент, и я не беру на себя ответственность сказать, что происходит с убийством русских семей, потому что это вопрос, на который не надо тыкать пальцем в небо. Я уже сказала, что для раскрытия преступления нужна не логика, нужны киллеры. Вот в случае Терехиной мы знаем, киллеры сидят. А в случае Драганчук мы ничего не знаем, кроме того, насколько я знаю, были сведения, что Драганчук слышала, что убийцы говорили по-русски. В случае с последним убийством, убийством вчерашним, главврача станции переливания крови Натальи Мударовой, это тоже парадоксальная вещь. Мы опять же ничего не знаем, кроме того, что женщину на улице расстреляли из автоматов и написали, что русских убивают в Ингушетии. Но покойница была замужем за чеченцем, что по местным обычаям все равно, что вот она уже войнашка, она внутри войнахской семьи. У нее дети, соответственно, которые просто даже будут мстить убийцам, если они их найдут. У нее муж в войнах. Она, естественно, ей было там под 60, косыночка, юбочка. Она выглядела, и она, собственно, была местным жителем. Если ее расстреляли случайно на улице, ее нельзя было принять за русскую. Если ее специально отслеживали, то трудно представить себе, что это делали боевики, поскольку для них она тоже не была русской, она была женой чеченца. Это очень странные вещи. Это пока только вопросы. У меня нет на них ответов. Это просто вопросы. У меня очень много вопросов по интернету, у меня очень много вопросов по СМС. И знаете, какие вопросы среди тех, которые у меня есть, отсутствуют? Это вопросы про избирательную кампанию. Согласитесь, это поразительно. У нас через некоторое время выборы в Думу, у нас вроде как идет какая-то переточная гонка между партиями. Я забыла, как они называются и кто участвует в этих списках. Но вопросов у моих слушателей нет. Да, честно говоря, у меня тоже нет вопросов, потому что самое замечательное, мне кажется, в той парламентской кампании, которая происходит в России, заключается в том, что руководители официальных партий у нас не только не представляют никаких реальных политических оппозиционных сил, но это понятно, оппозицию все вычеркнули, но они не представляют даже реальных политических сил в том смысле, что они не отражают того расклада кланов, который намертво сцепился в Кремле и который действительно ведет огромную предвыборную борьбу. И мне кажется, что практически все, что сейчас происходит, на самом деле имеет отношение большое к предвыборной борьбе, только это немножко другая предвыборная борьба. Вот история Гуцериева. Почему на Гуцериева внезапно наложили заочный арест? Ведь в конце концов акции Руснефти, насколько я понимаю, купил товарищ Дерипаска и сам купил их для того, чтобы перепродать Кремлю. Так в чем дело? Ну вот перепродаст, за что такая странная, грубо говоря, дестабилизация обстановки накануне выборов? А очень просто, потому что если учесть, что две группы охотились за акциями Руснефти, одна это силовики, тут называли имя замглавы администрации президента и главы компании Руснефть господина Сечина, а другая это Дерипаска, то ведь возникает вопрос, а если Дерипаска до выборов не продаст Руснефть, то это означает ослабление партии силовиков. А если придет какой-то не такой президент, так ведь Дерипаска может после этого и передумает продавать тем, кому надо. То есть арест акций Руснефти – это важнейший элемент настоящей предвыборной кампании. Другой пример – арест Владимира Кумарина, шефа питерских тамбовцев. Это тоже важнейшее политическое явление, если опять же учесть, что Кумарин из Питера, что Кумарин знаком практически со всеми, кто сейчас сидит близко в Кремле, и что, судя по тем людям, которые приехали арестовывать Кумарина, его арестовывали в основном люди, опять же, близкие все к тому же Сечину. То есть это вопрос предвыборного компромата и зачисток предвыборных ходов, которые… Это история, которая, видимо, продолжает историю борьбы за таможню, которую я упоминала в первом часе, когда интересы клана, тогда еще Сечина-Устинова, столкнулись с интересами клана Золотова и Черкесова. И кончилась, кстати, абсолютной победой первого клана. Есть еще несколько очень интересных вещей, которые происходят в России. Происходит полный передел фармацевтического рынка. Мы видим маленькие кусочки от этого передела. Да, мы, допустим, видим, как арестовали в день его рождения одного из руководителей компании Протек. Но ведь практически все участники фармацевтического рынка так или иначе получили предложение о продаже бизнеса. И сидят очень тихо, потому что им трудно говорить громко. Все они так или иначе замешаны в коррупционных скандалах по программе дополнительного лекарственного обеспечения. Спешно создаются новые госкорпорации. В их усталах прописываются невиданные льготы и привилегии. А принят, наконец, запомним, трехлетний бюджет. Очень интересно. Впервые в истории нашего государства принят трехлетний бюджет. С какого года по какой? С 2008 по 2010. Почему? И этот бюджет закрепляет пожалование на целых три года в случае какого-нибудь не такого приемника. Это очень интересный момент, потому что казалось, что перед выборами 2008 года коммерческие драки должны затихнуть. Все должно быть тихо, чтобы не раздражать олигархов, не раздражать общество. Наоборот, драки разгорелись с немеренной силой. Почему? Потому что каждый из кремлевских кланов не уверен в том, что будет после 2008 года. и считает, что чем больше он накупит должностей и денег сейчас, тем больше его будет сложно подвинуть после 2008 года, тем больше любой преемник с ним вынужден будет считаться. И парадоксальным образом, как я уже только что говорила, вот эти вот внутренние кремлевские и очень сильные дрязги не находят никакого политического выражения, потому что люди, которые, кланы, которые ведут эту реальную коммерческую борьбу, они настолько презирают публичную политику, что не используют для сведения счетов не только журналистов, но и публичных политиков. Вот с этим Миронов и Грызловым, они как-то ирелевантны к вопросу о том, кому достанется Руснефть. Телефон прямого эфира 363-36-59, СМС-ки 985-970-4545. И говорите в эфире. Алло. Да-да. Это Юля. Виктор Иванович из Москвы. Я о проблеме обманутых вкладчиков, вложивших деньги в фонды, строительные компании, социальные инициативы. Мы за два года не можем вернуть свои деньги, хотя у нас есть исполнительные листы судов. Президент Путин в открытом телеэфире 25 октября прошлого года сказал, что людям нужно помочь. Но сдвигов нет. Еще квартиры обещают достроить, а вот вернуть деньги фондовикам мы не можем. Вот можете вы нам как-то помочь через радио «Эхо Москвы»? Нет, извините, я не президент Путин, и радио «Эхо Москвы» тоже не басманный суд. А у меня к вам встречный вопрос. Вот к этой социальной инициативе Лужков как относился? Я сказала, что чиновники мэрии ее как-то поддерживали. Конечно, не только Юрий Михайлович Лужков. Все государственные органы поддерживали и награждали всячески социальную инициативу. Поэтому люди и поверили этой компании, и вносили деньги для того, чтобы получить одни квартиры, а другие, чтобы вернуть свои деньги, как вот те, кто вложил в фонды. Это в основном пенсионеры. Я поняла. А скажите, пожалуйста, вы никогда не пытались предъявлять обвинения тем чиновникам, которые поддерживали компанию, которая, насколько я понимаю, была мошеннической пирамидой? А мы писали всем. Мы писали Лужкову, мы писали в администрацию президента, в генпорпоратуру. Нет, нет, в суд вы писали жалобу. Прошу возбудить дело. Мы написали исковые заявления в суд и получили исполнительные листы о возврате денег. Но денег нам вот уже два года. Нет, нет, одну секунду. Я говорю, вот есть чиновник, я не знаю, но я слышала, что там были какие-то чиновники, как вы говорите, которые этой откровенно мошеннической компании говорили, она суперская. Вот вы этим чиновникам пытались предъявить уголовные обвинения? Я знаю, что... В мошенничестве или в пособничестве? У меня точно информации нет, но в принципе сейчас регионы помогают обманутым вкладчикам. Но вот от тех, кто вложил деньги в инвестиционные фонды, вот этим людям, а это в основном... Простите, пожалуйста, все. Я поняла, что вы не можете ответить на мой вопрос. Еще раз повторяю, новое эхо Москвы не басманный суд, чтобы удовлетворять ваши жалобы. Я вам советую обратиться к более квалифицированным юристам, чем Юлия Латынина. Но я вам честно скажу, что я ради одного морального удовлетворения вот взяла бы цитаты из тех чиновников, которые поддерживали социальную театрику, и написала тупо в нашу генеральную прокуратуру, которая, кстати, в технистр, иногда даже чего-то может сделать, что вот такой-то... Эд говорил. Прошу разобраться. Почему? И наказать по всей строгости закон. Телефон прямого эфира 363-36-59. СМСки 985-970-4545. Говорите в эфире. Извините, добрый вечер. Уважаемая Юлия, я испытываю к вашему творчеству такое же уважительное отношение, как и вы к деятельности Козлова. Итак, моя идея. Мне кажется, стоит... Спасибо за сравнение. Мне кажется, стоит вам лично обратиться к Валентине Матвиненко с такой мыслью, что по аналогии подобного рода подобного проблемы с строительством высотного здания на месте гостиницы «Россия» около Кемля было сменено автором первого проекта на его имя Норман Фостер. Это была где-то недельная давность передачи у Сергея... Простите, ради бога, короче, вопрос, потому что я пока даже не разобралась в вопросе. Значит, то, что в Петербурге строители собираются строить высотное здание на Ахтерке, такая же история была и со строительством около Кремля. Может быть, стоит вам дать идею Валентине Матвиненко, чтобы она обратилась к автору этого проекта или к его опыту. Его зовут Норман Фостер. Спасибо большое. Знаете, я как-то не могу с архитектурной точки зрения комментировать проект с правительства «Газпром-сити», потому что я не архитектор, и в этом ничего не понимаю. Правда, я слышала что-то там про застывшую музыку в детстве. Но это вот к Григорию Ревзину. Меня гораздо, я уже говорила, больше волнует история, согласно которой, насколько я понимаю, этот проект «Газпром-сити» будет строиться де-факто за бюджетные деньги, но при этом здание будет принадлежать «Газпрому», а взамен «Газпром» будет платить налоги в город Санкт-Петербург. Я как-то не совсем понимаю схем, потому что, по-моему, «Газпром» достаточно состоятельная корпорация, чтобы выстроить себе что-то не за бюджетные деньги. Вообще же, если говорить, отвлекаться от «Газпром-сити» и от градостроительных проектах Лужкова, мне, знаете, всегда мыслила, мучила мысль, так и оставшаяся недореализованной, как я сказала, из-за моего собственного божеского архитектурного образования, написать статью о связи архитектуры и коррупции. Вот, например, меня всегда волновало, вот когда господин Церетели строил свои большие медные вот эти штуковины, бронзовые, извините, то вот они, чем они больше весят, тем они дороже стоят, понятно. Вот это случайная связь или не случайная? Или, ну, то есть, на самом деле, довольно много можно таких вот смешных примеров надыбать, как в случае с Церетели. Но, как я уже сказала, из-за крайнего моего собственного архитектурного невежества, у меня эта статья так и осталась незаконченной. Может быть, действительно, Григорий Ревзин когда-нибудь ее напишет. У меня есть еще один маленький комментарий к совершенно замечательной истории, которая произошла еще неделю назад, и я на прошлой неделе ее хотела документировать, но времени не хватило. А история вот какая. Некая компания «Атлас» была на прошлой неделе отстранена от работы над ЕГАИ с единой системой государственного учета и контроля алкогольной продукции. Это прошло абсолютно незамеченным, как большинство вещей, которые сейчас наша нелюбопытная общественность не хочет замечать. А между тем, это потрясающе интересная штуковина, потому что, напомню, что произошло. Несколько лет назад, вернее, начиная с 1 июля прошлого года, то есть 2006-го, была введена в Россию такая система, которая называлась ЕГАИС, и которая представляла из себя сплошную не столько систему огосударствления самого алкоголя, а систему огосударствления информации об алкоголе. Это был некий вживленный чип для спирта, и он должен был работать так, что вот подошел инспектор прибором к бутылке водки в магазине, и сразу, по идее разработчиков, определяет и историю этой бутылки, и степень ее законности, и откуда она взялась, и произошло нечто удивительное. То есть, вся идея ЕГАИС, весь закон о госмонополии был устроен так, что госмонополия вводилась, с одной стороны, не на само производство спирта, а на информацию о ее движении. То есть, государство должно было иметь право проследить путь каждой молекулы от производителя до глотки. И, согласно новой системе, производитель не просто уведомлял государство о том, что он собирается произвести, скажем, тысячу литров спирта. Он не мог его произвести, пока государство не сказало ему «да». То есть, создавался такой фантастический потенциал для торговли ответами типа «да» и «нет». И результаты отеческой заботы превзошли все ожидания, потому что импорт и производство легального спиртного с момента введения ЕГЭИ сразу рухнули на 74%. Но народ продолжал пить. И профессионалы сразу отметили два обстоятельства. Первое – это программные недоработки самой системы, которая была разработана центром «Атлас», который, насколько я понимаю, входит в империю ФСБ РФ. И ранее он специализировался на защите информации. Это какой-то НПО «Атлас», по-моему, так оно называется. И вторая особенность – это та, что весь контроль над рынком алкоголя отдали в руки, соответственно, заслуженных чекистов. И безобразие-то продолжалось вот столько-то на невероятное количество времени. И это породительная вещь. Вот это было сделано, это было отдано, представляете, весь рынок алкоголя. Вся информация о контроле над рынком алкоголем была отдана какой-то группировке силовиков. И эта группировка силовиков настолько не справилась с делом, что рынок алкоголя, вернее, легального алкоголя просто рухнул. И вот теперь тихонечко-тихонечко, что называется, задним числом. Я только в одной газете об этом прочла, что НТЦ «Атлас», а, вот как он называется, НТЦ «Атлас» не допустили до участия в новом конкурсе. Формальным основанием стало несоответствие заявки на участие в конкурсе требованием конкурсной документации. То есть, проще говоря, создатель де-факто работающей сегодня системы якобы не смог грамотно рассказать о созданном им самим программном обеспечении. Мне кажется, это замечательная история, которую мало обратили внимание, а зря. Телефон прямого эфира 30-63-30-6-59, смс-ки 985-970-45-45. Говорите на эфире. 30-45-45. Говорите на эфире. Алло. Да-да. Алло, Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Я Акиф из Тулы. Я хотел вам задать такой вопрос. Среди ингушского и чеченского народа ходят слухи якобы о новом объединении Чечни-Ингушетии. Что вы могли сказать об этом, и если это произойдет, то каковы будут последствия этого объединения? Спасибо. На Кавказе всегда ходят слухи. То об отставке Зязикова, то объединении Чечни-Ингушетии, то, значит, об объединении всех кавказских республик в что-то другое. Если бы все слухи, которые ходят на Кавказе, сбывались, то, вы знаете, просто места бы не то, что на Кавказе и в России, на всей земле не хватило для того, чтобы эти слухи сбыться. Ничего не могу сказать по поводу этих слухов, потому что, ну, это просто слухи и все. Вот Юрий Аржанов, филолог, меня спрашивает, уважаемая Юлия, возможно, это прошло имя у меня, но я стараюсь регулярно слушать вашу передачу, и я не услышала ни одного вашего комментария по поводу пресс-конференции Лугового и Кавтуна в эфире эха. Собственно, я действительно не комментировала эту пресс-конференцию, вы правильно услышали, Юрий. Более того, я, если честно, это было, наверное, непрофессионально, сначала с ней просто не прочитала, потому что это было крайне, ну, как бы неинтересно, понимаете. Думаешь, ну, вот сейчас они придут, скажут, что мы не убивали Литвиненко, что Литвиненко убил Березовский, что вообще он источник всего плохого, и поэтому я поступила очень непрофессионально, я ее через несколько дней посмотрела. Усталость, знаете, некая накопляется от таких вещей. И поняла, что я очень зря ее не посмотрела сразу, потому что самое интересное, что мне показалось в этой пресс-конференции, это вот не все, не сами утверждения, которые были точно такие, как можно было и ожидать. Типа мы белые и пушистые, Березовский во всем виноват, и вообще враги России ее вот подкузмили. А сам факт того, что эта пресс-конференция дана. Я вот несколько минут назад сказала, что люди серьезные, кремлевские кланы, они на редкость не любят выяснять публично свое отношение. В это публичное выяснение отношений считается неким абсолютным минусом. Считается, что к публике обращается проигравшая сторона. Не любят настолько, что они их не только в прессе или в оппозиционной прессе не выясняют, они их даже в парламенте не выясняют. И в этом смысле я вдруг сообразила, что постоянное нахождение господина Ковтуна и Лугового на публике, это как раз не признак их силы, это очень важно понять. Это признак их слабости. Это признак того, что эти люди понимают, что завтра президент Путин подумает и скажут, что все это одна шайка. Что Березовский, что Луговой, что Ковтун. Ведь напомню, что господин Луговой действительно сотрудничал с господином Березовским. И кто бы там кого не использовал, и кто бы там кого не предавал, а в этой системе отношений ФСБшной вообще невозможно отличить в наше время сотрудничество от предательства, это две стороны одной медали, и не я. Так вот, для чекистов эти люди агенты. Эти люди, которые что-то там исполняли, и в конце концов Луговой и Ковтун, судя по публичности их поведения, очень чего-то боятся. Вот весь вопрос, подумайте, чего? Телефон прямого эфира 363-36-59, смс-ки 385-970-45-45. И говорите в эфире. Добрый вечер, Юрий. Алло. Добрый вечер, Юрий. Алло, добрый вечер. Вы говорите, вы в эфире. Да-да. Я вам хотел, зовут меня Михаил, я вот что хотел спросить у вас. Мне кажется вам, что именно средство массовой информации массирует обстановку Ингушетии, и тем самым мне кажется, что именно средство массовой информации делает все возможное, чтобы побольше нагнетать обстановку. Простите, а когда человека расстреливают на глазах населения, это не нагнетение обстановки? Я понимаю, это преступление. Но мне кажется, Спасибо. Вы ответили на свой вопрос. Когда человека, федералы, на глазах населения, которое стоит остолбенев, расстреливают, причем сначала стреляют в ногу, потом в живот, потом в голову, а потом подкидывают гранаты, мне кажется, это является провокацией. Мне кажется, население может чрезвычайно от этого обидеться. Что же касается средств массовой информации, то я вынуждена констатировать, что информация, что обстановка в Ингушетии действительно оценивается крайне неадекватно, и наибольшее, например, число сообщений связано с убийствами русских, хотя при всем моем ужасе и непонимании того, почему вот убили вот эти три раза русских убийства, я не понимаю, как они и от чего. Я должна сказать, что самое основное то, что происходит в Ингушетии, это не это. Самое основное, что произошло, еще раз повторяю, на прошлой неделе, это то, что Ингушетский ОМОН чуть не арестовал федералов. Следующая ступень восстания. Этого никто из средств массовой информации не пишет. Перерыв на новости. Добрый вечер. В эфире Юлия Латынина. Продолжается программа Код доступа. Телефон прямого эфира 363-3659. СМСки 985-970-45-45. Вот у меня несколько СМСок про Самару. Пишут, Юлия, как вы оцениваете ситуацию в Самарской области в связи с захватом на главнейших предприятиях московскими силовиками, включая вынужденную отставку губернатора. Ну, напомню, что недавно губернатор Самарский ушел с поста. На его место был назначен человек из Рособоронэкспорта. Каковой Рособоронэкспорт в свое время, в свою очередь, несколько лет назад получил контроль над АвтоВАЗом. А вот так и расцениваю, что я только что говорила о предвыборной кампании, которая ведется настоящими, настоящая, которая ведется кремлевскими кланами и которая ведется за собственность. И в число кусков этой собственности, естественно, входит область, во-первых, Самарская. Надо поставить своего губернатора, как мне кажется, идея такая, чтобы, чтобы не случилось после выборов, область была в управлении у надежного человека. И то же самое, кстати, произошло на Сахалине, где опять же произошла, ну, не могу сказать, приватизация Сахалина одним кремлевским кланом. Но, в любом случае, вот оставка одного губернатора и назначение того губернатора, который нужен в данном случае газонефтяному сектору. У меня еще вопрос от Александра, чтобы сменить тему. Юля, а чем положение Абхазии отличается от положения Косово? Почему Европа за независимость Косово и против независимости Абхазии? Ну, надо сказать, что у нас у патриотов и либералов удивительно один и тот же взгляд на Косово и Абхазию. А патриоты считают, что Абхазия должна быть независимой, потому что это воткнуть шпильку в бок НАТО, а Косово, конечно, должно быть в составе Сербии, потому что этого хочет НАТО. А оппозиция, как правило, считает ровно наоборот, то есть они совпадают с точностью дознака, что Абхазия, мол, ну как же, она обязательно должна быть в составе либеральной Грузии, потому что в Грузии демократии вообще полная зашибись, а вот Косово, конечно, оно должно быть независимым от Сербии, потому что НАТО так хочет. Короче говоря, эти и другие считают, что Косово это одно, а Абхазия это другое. Вот я должна сказать, что ситуация в Косовой Абхазии, еще раз подчеркиваю, в Косовой Абхазии, я не говорю ни о каких других непросоединившихся республиках, это как у графа Толстого, все несчастливые семьи несчастливы по-разному. Так вот, ситуация в Косовой Абхазии поразительно одинакова. и могу пояснить, в чем одинаковость. В 1878 году, простите, что я начинаю так далеко, но это долгая история, которой мне кажется интересно разобраться. В 1878 году Сербия и другие балканские страны стали независимы от некой гадкой империи под названием Атаманская порта. И повели они себя, ну, как сказать, впоследствии, когда в середине 20 века африканские колонии массово стали получать независимость и вместо рынка устраивать геноцид и диктатуру, то это так стало обычно. А тогда это было необычно. Такое поведение называлось оно «Балканский вопрос». Балканский вопрос, собственно, состоял в том, что страны, получившие на Балканах независимость от империи османской, велись, а так, словно каждый их правитель избрал образцом подражения сумасшедшего султана Мурада. В частности, Сербия немедленно решила, что она главная на Балканах, что она должна стать Южнославянской империей, Югославией. И так как армии, чтобы поддержать это решение, чтобы провести это решение в жизни, не было, то войны Сербия стала проигрывать. А вот геноциды она выигрывала, потому что геноцид это вообще такая война, которую легко выиграть, и в частности геноцид албанцев. К началу 20 века Сербия стала выражать современным языком страной-изгоем, где фактически правил некто Дмитриевич, глава организации «Жизнь или смерть», также известная как черная рука. Предыдущий король Александра, королева Драга, Дмитриевичем были убиты, там во время дворцового переворота их порезали, выбросили на площадь, порезали заодно первого министра, ну в общем всех министров, которые случились во дворце, порезали и куда-то выбросили. Был поставлен новый король, еще не пришло тогда время Муссолини, и еще Дмитриевичи балканские тогда прятались за королями. Кончилось, в общем это безумное государственное устройство актом государственного терроризма, потому что полковник Дмитриевич, назначенный новым королем-руководителем разведки, устроил убийство австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда. Вообще, он это сделал, сказать, так же трудно, как сказать, почему вот Каддафи взорвал Боинг над Локерби. А чтоб знали. Результат этого убийства известен, Австрия потребовала от Сербии, чтобы австрийские представители участвовали в расследовании убийства, совершенного формально боснийскими террористами, но там просто достаточно очевидно было, что эти боснийские террористы были в свою очередь поддержаны сербским фактически режимом государственного терроризма. И когда Австрия это потребовала, то Сербия ответила на это требование примерно то же самое, что Россия потребовала на требования Британии о выдаче Лугауова. Она сказала, что все требования Австрии нарушают ее суверенитет. Поскольку грохнули все-таки не Литвиненко, а наследника, и поскольку в тот момент все были сильно нервны, началась Первая мировая война. Потом, спустя сто с лишним лет Сербия снова освободилась от некой громадной империи, которую можно назвать Советской империей. И снова вместо того, чтобы строить демократию, рынок началась резня. И начался новый полковник Дмитриевич в виде Слободана Милошевича. Почему я так подробно рассказывала про первую историю Сербии? Потому что мир к этому времени был уже умный. Мир видел и Каддафи, и Гитлера, имел, не хотел иметь снова балканскую проблему в центре Европы. Никому неприятно иметь Каддафи в центре Европы. Вот мало албанцев волновали, наверное, Европу и мир сама и по себе, но с точки зрения геополитики, иметь это опять в центре Европы, это все проходили уже в 1914 году. И США вмешались, НАТО вмешалось. Теперь в Сербии нормальное правительство. Оно не хочет никаких геноцидов. Оно не любит Милошевича. На его похороны пришло очень мало народу, потому что он не более популярен, чем Гитлер в Германии. То есть есть некоторое количество немцев, которые за Гитлера, но их мало. Но проблема заключается в том, что албанцы, которые пережили две волны геноцидов и две попытки построения большого полуфашистского государства за их счет, говорят, не хотят. Они говорят, ребята, сербы хорошие люди, но мы не хотим новых экспериментов. Новое сербское правительство платит по счетам фашиста Милошевича. Теперь возвращаясь к Грузии. Что было в Грузии? Она освободилась от власти гигантской Советской империи и вместо того, чтобы строить абсолютно свободное счастливое иронично демократическое государство, в власти пришел режим Гамсахурдия, который делал примерно то же самое, что в Сербии. Это был, простите, полуфашистский режим. Это был режим, который сказал Грузия для грузин, точно так же, как сербы сказали Сербия для сербов. Что произошло первым делом? Первым делом была отменена автономия Южной Осетии, и туда были посланы, слава богу, не войска, потому что в Гамсахурдии просто не было войск. Поэтому в Южной Осетии была послана полиция, вооруженная в основном собаками и автоматами. Это совершенно спасает ситуацию с Южной Осетии для Грузии и сейчас, потому что войны в Южной Осетии не было. Была полицейская операция, и когда соответственно не произошло массового переселения деревень, массового геноцида в ту или в другую сторону, и сейчас огромное количество сел в Южной Осетии сохранилось грузинских, их никто не выгонял, ни тех, ни этих, было некоторое количество резни, были некоторые страшные эпизоды, но в результате в Южной Осетии сохранилась такая чрезполосица, которая не могла бы сохраниться при войне, и которая является возможным залогом возвращения небольшой Южной Осетии в состав Грузии. Затем пришел Шеварнадзе, он фашистом не был, но у него была проблема. Во-первых, было уже национальное чувство, которое потребляло этот продукт Грузия для грузинов, во-вторых, у него были вооруженные формирования полубандитские хедриони, которые привели его к власти, и надо было их куда-то деть, и проще было бы, чтобы они разбойничали где-то не в самой Грузии, а, скажем, в Абхазии. И тогда Шеварнадзе послал войска в Абхазию. Оружие у Шеварнадзе уже было. Кстати, это было российское оружие, которое было оставлено западно-кавказским военным округом Тбилиси. Правда, армии не было, потому что это было самое страшное сочетание, то, что попало в Абхазию. Это были уголовники из Мхедриони, вооруженные БМП и артиллерийская установка, и едущие в Абхазию со списком цеховиков, которые можно грабить. И, собственно, было очевидно, казалось на тот момент, что, учитывая, что в Абхазии было 80 тысяч абхазов, а только грузин было, по-моему, 200 тысяч, казалось, что с таким подавляющим военным превосходством и численным грузины Абхазию покорят. А дальше произошло то, что прямо на Красном мосту на въезде в Сухуми, по-моему, 14 или 15 августа были введены войска в Абхазию, встретила разъяренная, ничем не вооруженная толпа потому что, напоминаю, что все оружие Россия отдала Грузии. На тот момент Россия поддерживала скорее Грузию в этом конфликте. На Красном мосту встретила бойцов Мхедриони и эти БМП толпа вооруженная, в общем-то, самодельными коктейлями Молотова. Кто-то размахнулся, кто-то бросил эту бутылку с горящей нефтью в БМП. БМП загорелся. Очень характерный момент. Если бы в БМП сидел профессиональный сержант-контрактник или срочник, он бы знал, что современный БМП не горит от коктейля Молотова. Но поскольку там сидел человек из Мхедриони, только что выпущенный из тюрьмы со списком цеховиков, которые он ехал грабить, он не знал, что БМП не горит. Он выскочил из БМП и БМП достался в качестве первого трофея Абхаза. Я уже, как я уже сказала, Россия на тот момент занимала или нейтральную позицию, или скорее поддерживала Грузию, в которой она отдана оружие. Кроме того, в конфликте на тот момент на стороне Абхазов участвовала самая страшная для России сила конфедерации народов Кавказа. Прежде всего, это были отряды чеченцев, в том числе, и Шамиля Басаева. Там были другие, Хамзат Хункаров, Исаар Самиков. Были там и отряды кабардинцев и черкесов, которых возглавляли и Брагим Яганов, которые возглавляли другие люди. И всех тех людей Россия как раз пыталась заставить уехать из Абхазии, потому что было совершенно непонятно, вот эти люди, повоевав в Абхазии, что они дальше будут делать в России. Собственно, ситуация изменилась только тогда, когда приехал в Грузию натовский генерал Джон Шаликашвили, и тогда Россия вспомнила, что есть Абхазия, тогда Россия вспомнила, что Абхазия воюет с Грузией, тогда Россия стала действительно поставлять в Абхазии огромное количество оружия, в обмен на требование убрать вот эти войска конфедерации и народов Кавказа. Но правда, и после этого происходил ряд странных эпизодов, например, Сухуми никак не могли взять, пока ставили в известность об этом планах взятия российских военных советников. Однажды, наконец, это надоело, российских военных советников не поставили в известность о плане взятия Сухуми, и Сухуми был взят. Правда, после этого случилось тоже, вернее, в ходе взятия случилась маленькая неприятность, Дело в том, что в Сухуми находился Шеварнадзе, который сказал, что я в Сухуми не сдам. И если бы Шеварнадзе тогда был захвачен, то, в общем, независимость, наверное, бы Абхазия получила. Просто Шеварнадзе бы это, скорее всего, подписал. Выхода у него не было. Но получилось так, что Шеварнадзе вывезли именно русские войска русским военным вертолетом и потом куда-то там отвезли на территорию Грузии. И, в общем, все добровольцы, которые смотрели, как этот вертолет летит, знали, что там летит Шеварнадзе и что его увозят русские. Но сделать они ничего не могли. И вот теперь стало совершенно другое правительство. Нет Гамсахурдия, нет Шеварнадзе. Есть замечательная Грузия. Грузия действительно процветает. Грузия... У нас все время какие-то дурацкие известия о Грузии. То про разбитые самолеты, то про какие-то мелкие конфликты. Грузия это страна, которой сейчас можно позавидовать. У нее разогнаны все менты. Представляете? И 80% ментов набрано новых. У нее посажены или выгнаны все воры в законе. И все имущество этих воров выставлено на акционах, когда его никто не купил, но не любят в Грузии покупать имущество воров в законе. Можно понять Грузию. Это было просто, что называется, отдано народу. Там у одного вора в законе был особняк, теперь там вообще, теперь там пункт охраны порядка, милиция. У другого был особняк с бассейном, теперь в этом бассейне плещутся дети. ГАИ в Грузии... Вернее, ГАИ вообще ликвидировано, как класс. Милиция перестала брать взятки. Люди удивляются, они говорят, понимаешь, вот сейчас едешь, колесо у тебя прокололось, подъедет милиция, поможет переменить колесо. За 15 минут открывается любой бизнес. А в Батуми, где при Абашидзе невозможно было продать помидор или ввести помидор, без того, чтобы кто-то из многочисленных родственников Абашидзе как-то к этому помидору не постарался быть причастен, в Батуми строятся две международные гостиницы, обновляется терминал. А Грузия стала фантастически либеральной страной, развивающейся фантастически быстрыми темпами. Но, к сожалению, сейчас Грузия платит за прежний режим, режим Гамсахурдия, как Сервия платит за прежний режим Милошевича. Абхазы говорят, ну, наверное, все хорошо, пусть Грузия сама развивается, но мы, ребята, как-нибудь сами. То есть, еще раз повторяю, Косово и Абхазия – это два удивительно идентичных случая. Случая, когда освободившаяся от гнета довольно чудовищной империи, страна вместо того, чтобы развиваться демократическим путем, дала какой-то мгновенный, пусть кратковременный фашистский всплеск. И даже когда эта страна стала совершенно нормальной, она не превратилась в Туркмению, она не превратилась в фашистский режим, она стала нормальной. Уже поздно. А я бы хотела, чтобы вот о чем подумали слушатели, что вот две страны в развалившемся совке провозгласили – Сербия для сербов и Грузия для грузин. Одна потеряла куски страны, и другая потеряла куски страны. Вот подумайте в этом свете о лозунге «Россия для русских». Телефон прямого эфира 363-36-59, смс-ки 985-970-45-45. И говорите в эфире. Еще раз повторяю, 363-й. Да-да. Здравствуйте. Меня зовут Юра, я из Москвы. Угу. Две недели назад вы говорили про историю с велосипедистами. Помните? Какой-то там майор размахивал… Да-да-да, в Санкт-Петербурге. Угу. Да. Скажите, пожалуйста, как продолжается эта история? Может, у вас что-то известно об этом? А понятия не имею. Вот, может быть, зайдите на сайт «Фонтанка.ру», может быть, там что-нибудь об этом будет. Кстати, я еще на прошлой неделе говорила еще об одной истории, которую я обещала проверить. Это история, которая случилась в Дагестане, когда поймали местные студенты Исламского института, не только не ваххабиты, а наоборот приверженцы традиционного ислама, который очень плохо к ваххабитам относится. Поймали трех человек, которые собирались здание института поджигать. И вроде бы у одного из них были корочки ФСБшника. И вот я еще раз расспрашивала эту историю. Эта история подтверждается. Все так и было. Всю эту компанию слегка помяли ей бока, но поскольку, я не знаю, что бы случилось с компанией дальше, если бы рядом не проезжали менты. Но менты проезжали, увидели это, забрали тех ребят, которым мяли бока. ФСБшник в процессе куда-то деморциализовался. А оставшиеся два товарища предъявили, насколько я понимаю, справки о том, что они умственно неполноценны или что-то в этом роде. Их тоже отпустили. Я должна сказать, что эта история произвела очень большое впечатление не только на меня, но и на тех людей, которые мне это рассказывали. Потому что если раньше вот такие традиционные мусульмане Дагестана, которые терпеть не могут ваххабитов, которые сами готовы их разорвать на клочки, в том числе и с применением стрелкового оружия, были абсолютно уверены, что, например, недавнее покушение на заместителя муфти в Дагестане это дело рук ваххабитов, то теперь они как-то сомневаются и говорят, может, это были ваххабиты, а может быть, это были ФСБшники, которым выгодно как-то спровоцировать обострение обстановки в Дагестане. Вот такая история. Телефон прямого эфира 363-36-59, СМСки 985-970-45-45, но, собственно, для СМСок уже маловато. времени. Говорите в эфире. Алло. Да-да. Здравствуйте, Юлия. Алло. Да-да, говорите. Это беспокоит Сергей из города Казань. Хотелось бы спросить два вопроса на нефтяную тему. Значит, Юков Ходорковский, Руснец Гуцериев. Какая компания будет следующая, по вашему мнению? Вы знаете, мне кажется, что вы не совсем правильно построили ряд, зависимость, потому что Юкс Ходорковский, Руснец Гуцериев объединяет только то, что обе эти компании очень громко были отняты. На самом деле между Юксом и Гуцериевым произошло огромное количество более или менее добровольных отъемов. Я могу сейчас сходу не все упомянуть, но напомню. Была продана Севнефть. Внешне абсолютно добровольная. За гигантскую сумму 13 миллиардов долларов. Правда, мы не знаем, как эти 13 миллиардов были поделены. Но тем не менее, вот компания Севнефть перестала быть частной и тоже стала государственной. К Газпрому вернулась такая компания, которая называется Нордгаз, во главе которой стоял Фархад Ахметов. Вот господин Ахметов не поднимал шума, и мы ничего не знаем о том, что Нордгаз вернулся к Газпрому. А между тем, я вас уверяю, что это компания не меньшего размера, чем господина Гуцериева. Была такая компания Ависма. Производила и производит она титан. Это крупнейший производитель титана в мире. И некоторое время за не очень большие деньги она была продана Рособоронэкспорту, который, казалось бы, государственный холдинг, который специализируется на торговле вооружениями, причем здесь и там. Но и Ависма, и АвтоВАЗ были проданы Рособоронэкспорту, во главе которого стоит очень близкий президенту Путину господин Чемизов. И мы видим, что холдинг, который формируется, уже не ограничивается торговлей вооружениями, а вбирает в себя все новые и новые отрасли народного хозяйства. И вот недавно даже появились... Вот он только что вобрал в себя Самарскую область, о чем я говорила. И вот недавно даже появились следствия, что Рособоронэкспорт, вернее, его дочка под названием Росспецсталь, испытывает большой интерес к Магнитогорскому металлургическому комбинату. Потому что Детод производит спецстали для промышленности, для военной промышленности продуктами, которые торгует Рособоронэкспорт. Но учитывая, что российская промышленность устроена так, что в ней все что-нибудь доработает на оборонку, и даже какая-нибудь чухламская фабрика чулочно-вязальных изделий производит попутно на мобилизационных мощностях валенки для солдат, то эту чухламскую фабрику тоже может забрать Рособоронэкспорт, потому что, вот, дескать, у нее есть мобилизационные мощности, получается. То есть такие интересные мотивировки и интересный способ формирования холдинга. Собственно, вот это то, о чем я хочу сказать, что огромное количество предприятий потихонечку переходит под контроль тех или иных кланов около президента Путина. И мы слышим о Ходорковском, потому что это громко, мы слышим о Гуцериве, потому что это громко. Но мы, например, вот совершенно ничего не слышим о переделе, как я уже говорила, только что фармацевтического рынка. А между тем, это очень интересная история, которая началась, как я уже сказала, с программы дополнительного лекарственного обеспечения, когда сначала были арестованы руководители ФОМСа за то, что брали взятки. Потом, соответственно, стали брать предполагаемых, заводить дела на предполагаемых руководителей компаний, которые им давали взятки. И, скажем так, я буду очень удивлена, если до президентских выборов, по крайней мере, часть этих компаний, крупных фармацевтических, не продаст свой бизнес или государство, или какой-то государственной компанией, которая возьмется за нелегкое дело снабжение российского населения лекарствами. А бизнес немаленький, потому что, как бы ни были замешаны эти компании во взятках, все-таки у них огромные аптечные склады, у них новейшая логистика, напомню, это новейшая логистика, то есть это не старый такой совковый склад, где тетя Мотя долго вам ищет аспирин. Это действительно люди, которые недавно сделали свой бизнес, вложили в него огромные деньги и закупали все самое современное. И эти люди не могут очень громко кричать, потому что, ну как же им кричать, если, как я уже говорю, уголовные дела? Таким образом, мы видим очень большое количество государственного бизнеса в России, причем это увеличивается с приближением выборов, собственно, в этом состоит настоящее содержание российской предвыборной борьбы. И мы видим также, не стоит об этом забывать, создание гигантских государственных холдингов во главе которых ставятся практически всегда люди, достаточно близкие к президенту Путину. У нас уже так получается, что человек, который входит в правительство и занимает в нем важный пост, но не может быть, чтобы он не был главой государственного холдинга, примерно, ну как при мировингах не бывало, чтобы человек знатный, приближенный к королю, и не является графом или герцогом. Так что, еще раз прощаясь со слушателями до следующей недели, я хочу призвать их обратить внимание не только на громкие случаи отъема собственности, но и на статистику этого отъема. Всего лучшего! Субтитры создавал DimaTorzok